Здравствуйте, дорогие творческие программисты в Scratch! Мы с вами продолжаем цикл уроков, посвященный рассмотрению различных способов имитации движения персонажа в нашем виртуальном мире. В первой части мы рассмотрели один из вариантов. Ссылку на весь плейлист и на первую часть я размещаю под этим видео, а также на сайте Scratch Elite.net будут размещены все уроки с какими-то дополнениями, комментариями, и там же вы сможете писать свои комментарии, задавать вопросы и делиться своими проектами. Во втором мини-уроке мы рассмотрим альтернативный вариант, хотя если вы видите сейчас на экране анимацию, она очень похожа на ту, которую мы делали в предыдущей части, первом нашем мини-уроке. Но здесь принципы совершенно иные. Давайте войдем внутрь проекта и сразу посмотрим, что здесь как реализовано. У кота, понятно, у нас есть костюмы, которые меняются. Он стоит, обращаю ваше внимание, в одном и том же месте сцены и всего лишь перемещаются у него лапки, то есть меняются костюмы. Движется вместо него фон и за счет этого создается иллюзия движения кота по лесу. Если кто помнит, в предыдущем мини-уроке мы говорили о том, что на сцене меняются фоны, но в данном случае у сцены фон пустой, а мы видим вот этот замечательный лес. И самые внимательные, наверное, заметили, что на самом деле у нас на сцене используются три спрайта. Спрайт кота и также еще спрайт, который у нас отображает фон леса. И второй точно такой же спрайт. Вот если вы видите, я кликаю мышкой по этим спрайтам и подсвечивается в окне сцены какая-то часть. Это эти самые спрайты. И у обоих спрайтов у нас какой-то загадочный скрипт, который задает движение этих спрайтов на сцене. Для того, чтобы в этом разобраться, мы сейчас рассмотрим все это на схеме. Я останавливаю видео и покажу вам, что у наших спрайтов есть костюмы. Но вот здесь вот я даже неизвестным мне причинам оставила по два костюма. На самом деле достаточно только один и у одного и у второго спрайта. То есть это все не нужно, это лишнее. Сразу вот на наших глазах это все подправляю. У нас два спрайта абсолютно одинаковых. То есть вот смотрите внимательно, я выбираю у одного спрайта такой костюм, у второго спрайта точно такой же костюм. За счет того, что костюмы одинаковые и спрайты перемещаются, у нас создается иллюзия движения. Итак, сейчас мы посвятим время не рисованию, как это было в первом меню уроке, а именно пониманию того, как реализован алгоритм. Прежде чем мы будем говорить об алгоритме, отмечу, что программистов некоторые называют ленивыми. Почему? Потому что те, кто пробовал первый способ, заметил, что он такой трудоемкий. Нужно много рисовать, очень трудно попасть. Есть некоторые сложности использования графического редактора. Малая гибкость для того, чтобы все было гладко, нам нужно очень много кадров. Чтобы менять скорость, нам нужно как-то хитро менять скрипт, используя команду ждать. А здесь у нас такой необходимости нет, нам не надо ничего рисовать. То есть программист выполняет вот эту рутинную работу, продумывая алгоритм. Вот сейчас мы будем выполнять не такую рутинную работу, но достаточно творческую и логическую, даже немного заниматься математикой. То, собственно, чем занимаются все программисты для того, чтобы упростить рутинную работу, которую могут выполнять разные люди. В данном случае программист будет упрощать работу художника, которому достаточно будет просто нарисовать необходимые фоны. Но это будут у нас фактически костюмы спрайтов. А программист дает соответствующий скрипт и у нас получается красивая анимация. Для того, чтобы понять алгоритм, нам необходимо знать о том, что на сцене Scratch есть некая виртуальная координатная плоскость. У этой координатной плоскости, как и, в общем-то, в средней школе обучают, есть две координаты или две координатные оси, которые называются Х и У. Нас интересует ось Х, координаты на которой изменяются от значения крайнего слева минус 240 до крайнего справа плюс 240. Обращаю ваше внимание, что это не пиксели. Это некие виртуальные значения, которые нам помогают всего лишь задавать координаты движения наших спрайтов. Точкой начала координат является точка 0,0 и здесь у нас Х равно 0. Таким образом, мы должны рассчитать, на какое расстояние должны перемещаться спрайты, которые имитируют у нас фон. Фон у нас занимает всю площадь сцены, то есть костюм спрайта тоже равен размеру сцены. И у любого костюма спрайта, вы знаете, есть центр спрайта и вот этот центр спрайта, точка 0,0, должна совпадать с координатами спрайта на сцене тоже 0,0. То есть вот эта вот центральная точка, это наша отправная точка. Поэтому в коде мы тоже будем обращать на это внимание. Если мы рассмотрим ширину вот этого поля, по которому спрайт должен пройти, то мы можем просто элементарно посчитать, что это будет 240 плюс 240 равно 480. Почему 240 плюс 240? Условно говоря, слева 240, справа 240 и в сумме 480. Но если уж быть совсем точным, то точка 0,0, она тоже считается, то есть на самом деле 481. Но здесь мы не будем слишком детализировать, потому что, еще раз повторю, это виртуальная некая система координат, во-первых. А во-вторых, мы еще потом скажем о том, что скрэйч устроен особым образом и мы не сможем абсолютно точно все рассчитать. Но сначала мы будем немножко делать небольшое допущение. Вот этой единицей мы будем пренебрегать, то есть будем брать за основу вот это вот значение 480 и 240 и 240. Для наших дальнейших рассуждений нам очень важно подумать, как будут перемещаться спрайты и как бы растянуть нашу координатную плоскость в длину влево и вправо. Добавить координат. Мы можем себе это позволить, потому что математически все допустимо. Несмотря на то, что сцена у нас заканчивается в точке минус 240, нам программно не запрещено считать, что спрайт может двигаться и за край сцены. Наверняка многие уже пробовали это делать. И крайняя точка, которая нас интересует, если у спрайта начальная координата была x0, то и это совпадало с центром спрайта, обязательно это важно, еще раз подчеркну, то покинет он сцену тогда, когда его координата станет равной минус 480. Почему? Потому что у нас было минус 240, мы вышли еще 240 и получили минус 480. Почему? Потому что вот ну как бы половину пути ему нужно пройти, чтобы сюда попасть. Половину точнее вот этой вот общей ширины 480. Аналогично, если мы продлим оси x вправо, то здесь у нас будет координата плюс 480. Условно это точка начала движения того спрайта, который является вторым. Сейчас на втором рисунке мы это еще уточним и двигается вслед за первым спрайтом. У нас два спрайта с одинаковыми костюмами. Вот я выделила таким зеленым, зеленой подсветкой на нашей координатной плоскости тот спрайт, который изначально у нас на сцене в координате x0. И второй спрайт будет начинать движение, как мы уже говорили, с точки 480. То есть у нас есть два спрайта. Это спрайт первый и его координата x будет равна нулю в начале, а это спрайт второй и его начальная координата x равна 480. И вот оба наши спрайта друг за другом с одинаковой скоростью будут двигаться влево. Почему влево? Мы об этом уже говорили. Поскольку наш персонаж должен двигаться вправо, то соответственно спрайты фоны, которые имитируют фон, должны двигаться влево. Если персонаж будет двигаться влево, то спрайты должны двигаться вправо, то есть в противоположном направлении. И вот представим, что наши спрайты начали двигаться. Вот первый спрайт. Вот здесь вот у нас граница между ними. Я специально выделила ее такой серенькой полосочкой, хотя на самом деле мы сказали, что здесь у нас два абсолютно одинаковых костюма. И очень важно, чтобы вот этой линии не было видно, то есть вот этого разделения, чтобы не было видно. Итак, они двигаются с одинаковой скоростью влево. И как мы сказали, крайняя точка движения первого спрайта у нас будет иметь координату x равную минус 480. Здесь движение первого спрайта в принципе можно остановить. Его будет догонять. Я здесь сделала некое расстояние между спрайтами для наглядности. Второй спрайт его догонит и станет в координату x равно 0 в то самое время, когда у первого спрайта будет координата x минус 480. И чтобы увидеть всю картину целиком, я взяла, разнесла вот так вот две координатные плоскости для наглядности. То есть вот у нас первый спрайт перемещался из x равного 0 и достиг координаты x минус 480, а второй спрайт начинал свой путь из координаты x 480 и достиг x равному 0. Вместе, еще раз повторю, одновременно с первым спрайтом это происходит. Они двигаются одновременно. Что произойдет после этого? Это первый цикл. Вот мы проехали. Дальше, поскольку у нас костюмы обоих спрайтов абсолютно одинаковые, они очень хорошо склеиваются как справа, так и слева. Нет никаких изъянов и кажется, что это одна и та же большая картинка. Мы можем всю вот эту процедуру начать заново, то есть поставить проверку условия. Если первый спрайт, точнее координата x первого спрайта достигла крайнего значения x минус 480, мы можем соответственно его координату сразу изменить в x равное нулю. Одновременно, параллельно с алгоритмом работы первого спрайта, мы проверяем, что второй спрайт получил координату x равную нулю, и как только это произошло, мы возвращаемся в изначальное положение и так постоянно по циклу. То есть получается, что мы проезжаем справа налево до края, потом возвращаемся в начало одновременно и оба спрайта возвращаются в начальное положение. Потом опять влево, опять начальное положение и все получается красиво. Для того чтобы увидеть, как это выглядит еще более наглядно, я подготовила небольшой пример скретч. Вот представьте себе, что вот этот красный прямоугольник это и есть наша сцена и что-то происходит за ней. Я сейчас запускаю, вот перемещаются оба спрайта. И если взять и я подготовила дополнительный костюм и закрыть то, что слева и справа, то, чего мы не видим, то вот у нас полное ощущение имитация движения. То, что мы сейчас рассмотрели теоретически, мы видим на практике. Здесь немного другие координаты. Я на скрипты сейчас обращать внимание не буду. Мне очень важно, чтобы каждый понял, как происходит вот это вот движение. А точнее, как реализован алгоритм перемещения спрайтов, имитирующих фон. Ну что ж, давайте вернемся к нашему проекту и запрограммируем наш алгоритм. Конечно, можно взять и списать готовый, но то, что мы сейчас рассмотрели, необходимо закрепить и еще рассмотреть один небольшой нюанс. Самые внимательные обратили внимание, наверное, что у меня здесь 480 не фигурирует, а какой это 460. Я сейчас делаю следующую вещь. Я возьму вот этот проект точно так же, как в нашем первом мини-уроке, сохраню как копию. Вам рекомендую тоже, в принципе, если вы хотите работать именно с этими изображениями, сделать ремикс этого проекта. Сохраняю как копию, вы делаете ремикс. И сейчас, не боясь ничего испортить в проекте образце. Вот эти вот алгоритмы, скрипты наших двух спрайтов я спокойно беру и удаляю. Мы начнем с самого начала для того, чтобы понять принцип, который заложен в нашем алгоритме. Ну, зря я, конечно, поторопилась все прям сразу удалить. Когда флажок нажал, вполне можно было оставить. Итак, мы сказали, я сейчас открою нашу схему алгоритма, что первый спрайт начинает движение с координаты x равно 0. Ну, и у обоих спрайтов у нас y тоже равно 0. Так и сделаем. Поставим первые значения координат. Для этого у нас есть блок установить x в 0 и установить y тоже в 0. Для второго спрайта у нас немножко иначе. У нас y тоже будет 0. Давайте пока помним, устанавливаем y в 0. Но x у нас будет, кто помнит, начальное значение 480. Значит, мы задаем здесь 480. Это если считать математически. Ну, давайте выполним. Вот мы выполнили, код двигается. Пока еще движение мы не задавали, но начальные координаты наших спрайтов мы уже задали. У нас не происходит никакого движения, и это движение мы сейчас запрограммируем. Что нам необходимо сделать? Давайте остановим. Нам необходимо добавить цикл всегда, в котором и 1 и 2 спрайт будут перемещаться на какое-то количество шагов влево. Там у меня была скорость минус 3, ее я и возьму. В принципе, вот эту часть кода я могу продублировать и на второй спрайт, потому что и тот, и второй спрайты у нас должны перемещаться с одинаковой скоростью. Ну, давайте запустим. И вот у нас уже практически имитация движения. Но до поры до времени, когда второй спрайт проходит свой путь, у нас оказывается белый фон. Значит, нам нужно вернуть наши спрайты в начальные координаты тогда, когда они достигли крайних значений. И крайние значения мы говорили. Первый спрайт, это у нас минус 480, а второй спрайт, это у нас 0. Значит, мы вставим проверку условия. Если и возьмем не на равенство, будем сравнивать, а условие меньше. То есть, если у нас положение х, это первый спрайт, стало меньше минус 480, нам необходимо установить х в то начальное значение, которое у нас было задано в самом начале, то есть в ноль. Для второго спрайта мы тоже ставим такую же почти проверку, но здесь мы проверяем, что координата х в положении х нашего спрайта стало меньше нуля, то есть мы достигли нуля. И, соответственно, устанавливаем х в начальное значение, которое мы сказали, равно 480. Но давайте проверим. Итак, вот у нас идет первый цикл, пока мы его не достигли. И раз произошла какая-то странная история, появилась какая-то дырка, и у нас двигается только какой-то один спрайт. Осталось понять, какой из спрайтов продолжает движение. Сейчас посмотрим. И для одного, и для второго, если подсвечено желтым цветом, у нас алгоритмы выполняются. Но по неизвестным пока нам причинам один спрайт продолжает движение, а второй вот здесь вот застрял. Что произошло и как вообще решить эту проблему? Сейчас я вам покажу интересный прием. Если вдруг что-то не получается, вот Scratch некоторые программисты считают таким детским. Хотя вот на момент записи данного урока, по данным одной из аналитических компаний, анализирующих качество программного обеспечения, Scratch стал двадцатым в мировом рейтинге популярных языков программирования. Не такой уж он и детский. Но здесь нет очень важной такой функции, которой пользуются многие профессиональные программисты. Это пошаговое выполнение. То есть, если бы мы могли отследить, на каком этапе у нас происходит сбой, выполняя алгоритм пошагово, наверное, мы бы решили проблему. Но такого нет. И мы можем эмулировать это пошаговое выполнение следующим образом. Мы можем добавить в наш алгоритм вот такую вот веточку «если». Клавиша какая-то нажата. Ну, допустим, пробел мне достаточно. То есть, вот то, что внутри цикла всегда будет выполняться только при условии того, что я нажимаю на клавишу «Пробел». Тот же самый компонент ветвления, команду или блок я добавляю в алгоритм работы цикла второго спрайта. И сейчас, если я нажимаю на флажок, вот у меня ничего не происходит. Спрайты встали на свои начальные координаты и больше ничего не произошло. Теперь я нажимаю «Пробел» и пошагово, вот каждый-каждый шаг у меня выполняется алгоритм. Я просто нажимаю на «Пробел» и после каждого нажатия у меня происходит небольшое перемещение и одного и второго спрайта. Я могу сейчас посмотреть, как размещены эти спрайты относительно друг друга. Вот они очень аккуратненько почти приклеены. Хотя, если внимательно посмотреть, не совсем аккуратненько. И сейчас мы проверим, в чем же проблема. Итак, идем, идем, идем. И вот у нас проблема. Проблема, смотрим, у какого спрайта? У спрайта номер один. Проблема заключается в том, что он не переходит в координату х, равную нулю. Почему это происходит? Потому что не выполняется вот это условие. Почему это условие не выполняется? Давайте посмотрим внимательно, какой координаты достиг наш спрайт. Оказывается, он достиг только лишь значение минус 465. То есть наши точные математические расчеты оказываются неверны. На самом деле нет. Мы считали все правильно, но это особенность уже среды программирования Scratch, в которой для того, чтобы юные программисты не потеряли со сцены свои спрайты, сделана такая своеобразная защита, чтобы мы могли, например, если что-то произошло не так, поставить спрайт на место и позволить программе выполняться заново. Вот сейчас я могу опять нажимать на пробел, и у нас все начинает работать. Опять же, смотрите, вот я нажимаю, нажимаю, нажимаю на пробел, и снова мы застряли вот в этом крайнем левом положении. Это всего лишь защита, и ее стоит учесть. Поэтому наш алгоритм претерпит небольшие изменения. Экспериментальным методом, по идее, да, мы можем здесь поставить, стало быть, не 480, а 465. Вот так, да? Давайте проверим. Итак, я сейчас не буду кликать просто по нашему пробелу, а вот я его держу зажатым, и раз у меня все равно не выполнилось это условие, потому что здесь фактически равенство, да, ну и я для надежности, в принципе, взяла, и так думаю, здесь, раз уж мы пренебрегаем таким большим промежутком, то можно просто поставить, округлить 460. И сейчас, если я запущу, не обращайте внимание на кота, мы потом его вернем, он прячется, ничего страшного. Вот у нас вроде бы даже все в порядке, все работает. Но вы заметили, вот у нас появляется еще небольшая какая-то щель, и немножко дергается, видите, вот у нас дырка все больше и больше, то есть расстояние между спрайтами как-то странно себя ведет. С чем это связано? Ну давайте посмотрим, с чем это связано. Я еще раз нажму старт, и давайте посмотрим, это уже проблема второго спрайта. Давайте я для наглядности вот этот первый спрайт скрою, и наш первый спрайт, обращаем внимание, он тоже, когда мы нажимаем старт, или вперед, как здесь переведено на русский, и говорим спрайту, чтобы он стал в координату 480, на самом деле он становится в координату 465. И за счет этого у нас происходит небольшой сбой, то есть мы говорим стать 480, а он все время в 465. Ну и здесь, соответственно, тоже я просто поставила 460, исходя из тех же рассуждений, о которых только что я вам говорила. И сейчас, если мы остановим и опять нажмем play, и вернем таки наш первый спрайт, зажмем пробел, мы, надеюсь, убедимся в том, что все у нас работает хорошо. Я держу зажатым пробел, вот коту, который то исчезает, то появляется, мы видим, что меняется один спрайт на другой, это связано с тем, что у нас немножко нарушены слои, кот попадает под один из спрайтов, под спрайт 1, с которым мы работали, но появляется над спрайтом 2. И сейчас у нас никакого зазора нет. Единственное, что у нас один спрайт немножко накладывается на другой. Вот посмотрите внимательно, вот первый спрайт заканчивается здесь, а второй спрайт немножечко наезжает на него. Но благодаря тому, что у нас такой рисунок деревьев, здесь этого изъяна не видно. Если увеличить, в принципе, можно увидеть, что небольшая неточность здесь есть, то есть не очень точно нарисовано дерево, вот особенно вот здесь вот вверху. Но это настолько незначительно для или вот здесь внизу, да, какие-то вещи и для растрового рисунка, что, в общем, такими вещами можно пренебречь. Итак, наш алгоритм изменился следующим образом. Мы обнаружили, что вместо координат рассчитанных минус 480 и 480 мы берем за основу минус 465, то есть наш спрайт первый достигает только вот этого значения, а спрайт второй мы можем поставить только вот в эту координату 465. И при этом мы все-таки вынуждены были сделать небольшую поправку для того, чтобы выполнялись наши условия, пренебрегли еще большим значением, сделали минус 460 и плюс 460. Ну и давайте сейчас приведем наш скрипт в прежний вид, уберем пошаговое выполнение, но я не удаляю, а вдруг понадобится что-то еще отлаживать. И вернем кота, чтобы он не исчезал на верхний слой. Чтобы это сделать, в принципе, мы можем просто переместить на сцене спрайт и он сразу останется сверху. Но поскольку происходят такие изменения, то можно использовать команду перейти на передний слой до начала выполнения циклов. И даже если мы вдруг переместим, вот я перемещала спрайт и получался код у нас прятался, все равно, когда мы нажмем на флажок, код на сцене появится. Вот такой замечательный способ. Я думаю, что он поможет вам сделать свои проекты еще интереснее. И в завершение я покажу, что совсем не обязательно брать какие-то фотографические изображения. Хотя вот они здесь хорошо выглядят, но не всегда удается найти такой красивый фон и, возможно, он и не нужно. Вы хотите нарисовать свой. Поэтому можно аналогично работать, рисовать свои спрайты с фонами. Вот я нарисовала два спрайта, которые почти таким же алгоритмом у меня перемещаются. Вы видите, я отлаживала. Здесь у меня отладочные какие-то остались блоки. И здесь, в этом проекте, я сделала даже более разнообразную картину. Я добавила костюмов спрайта. То есть, помимо того, что они у меня двигаются, я еще меняю костюмы. Но здесь появились еще небольшие нюансы, поэтому я не буду уже в этом мини-уроке о них рассказывать, показывать, как рисовать вот эти костюмы. Но думаю, что вы догадываетесь, что у нас получается следующая вещь, что мы нарисовали один костюм, а для второго спрайта этот костюм должен как бы сливаться справа и, соответственно, слева примерно на одинаковом уровне. Если будет интересно, пишите комментарии. Я постараюсь записать отдельный урок. Но самые любознательные, я думаю, сообразят, как можно сделать вот такой разнообразный фон. И чем больше будет костюмов, тем больше будет у вас длиннее ваш игровой мир. Или вы сможете сделать либо очень интересный мультфильм с длинной историей, с какими-то разными приключениями. Можно добавить сюда не только изображение ландшафта, но еще какие-то объекты, деревья, облака, других каких-то персонажей. И у вас получится замечательный мультик или игра. Я желаю всем успехов. До встречи в следующих мини-уроках. Подписывайтесь на канал Elite, заходите на сайт, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь вашими проектами. До новых встреч!